У азербайджанской общественности вызывает, к сожалению, необъективность и предвзятость материалов, публикуемых в последние дни в украинских СМИ и связанных с визитом в Азербайджан президента России Владимира Путина. Поводом к возмущению служит совершенно несправедливый упрек за политику добрососистских стратегических отношений, поддерживаемых между Азербайджаном и Россией на протяжении последних более чем 30 лет. В Украине звучат призывы не использовать автозаправочные станции Сокар. Из-за того, что Азербайджан ведет дружественную политику со всеми странами, включая Россию. О том, почему такая звучит неуместная реакция по отношению к Баку со стороны Киева, мы поговорим с гостем на прямой связи со студией Рамиз Юнус, политический аналитик Рамиз Барам. Здравствуйте. Так вот, почему звучат такие неуместные призывы по отношению к Баку? Во-первых, добрый день. Рад вас видеть. Приветствую всю нашу аудиторию. Значит, теперь, вы как вы знаете, я довольно часто и активно выступаю на украинском информационном пространстве последние несколько лет, начиная с первых дней Второй Карабахской войны, включая полномасштабную агрессию против России. И могу вам довольно предметно сказать, что украинское информационное поле, так же, как в принципе в целом все русскоязычное информационное поле по всей планете, оно в той или иной мере долгие годы находилось в армяно-центричной направленности, которая инспирировалась Кремлем. Все эти годы со времен Советского Союза и после развала его. Но последние несколько лет мы видим, как меняется геополитическая ситуация в мире, и субъектность и объектность того или иного государства зависит именно от того, как она работает с этим информационным пространством. В принципе, государственная политика любой страны от этого также зависит. И вот это то, что мы сейчас сказали процитировать, наглядные свидетельцы того, что Украина по-прежнему в информационной тематике однозначно, а если в целом брать всю государственную политику, никак не может понять, что такое субъектность большой политики. И в информационной в частности. И в нарративах, которые сегодня мы слышим в украинском информационном поле, до этого это были нарративы Кремля, а сегодня это нарративы того же Запада. И это лишний раз говорит о том, что они не понимают, в чем заключаются государственные интересы той же Украины в нынешней политической ситуации. Главное не наживать врагов, а наживать друзей. Поэтому для этого в первую очередь надо смотреть на информационную карту, на географическую карту и вообще изучать историю, хотя бы последних 30 лет, так скажем, да, со дня независимости. Как сказал Куличевский, историю не учит, она наказывает за незнание уроков истории. Вот смотрите, тезис нас пройду. Первая Карабахская война. Мы взяли одновекторную внешнюю политику. Азербайджан. Я тогда работал в правительстве, вы знаете, это правительство Абельфасель Чебяя. И мы тогда взяли одновекторную внешнюю политику, точнее говоря, антироссийская политика была, и антииранская в том числе. В результате, я уже не буду расшифровать, Запад за нас не вписался, мы проиграли Первую Карабахскую войну, нас заставили подписать бешкетский протокол. Правильное отношение с северным соседом, с южным соседом, прагматичные, равноудаленные отношения, многовекторная внешняя политика и с Западом, и с Востоком, и с Севером, и с Югом, в конечном итоге на выходе мы видим полное восстановление суверенитета территориальной целостности. Цель оправдывает средства. Поэтому мы должны, это именно искусство возможного, как сказал Бисмарк, политика. Вот это результат. Теперь посмотрим на Грузию. У Грузии нет такого результата, у Украины нет такого результата. И когда кто-то, откуда, ну в первую очередь мы сейчас говорим про украинское информационное поле, начинает вот это говорить, я понимаю, что Украина сегодня повторяет ошибки нашего родного Азербайджана 30-летней давности, когда не было единой государственной политики. Ну тогда еще можно оправдать. Советский Союз развалился, и Азербайджан еще только-только делал первые шаги. Но Украина уже 30 лет независимости. И я вот давеча вам перечислил все эти процессы. Нужно же делать какие-то выводы из всех этих процессов. Плюс учить морали Азербайджан, особенно той же Украине. Я это уже несколько раз на их каналах сказал. Я говорю, вот вы видите, азербайджанское общество в целом с первого дня войны как прореагировало? Гуманитарная помощь, то, что вы сейчас перечислили. Митинг в самом начале войны. Регулярные выступления и моих других коллег на информационном поле Украины. Это наглядное свидетельство отношений азербайджанского общества. Больше Азербайджана никто гуманитарной помощи из страны СНГ им не оказывал. Но это не наша война, не мы ее затеяли. Точно так же, как Ближневосточная война. Это не наша война, несмотря на наши прекрасные отношения с той же Турцией и на наши прекрасные отношения с той же Израилем, несмотря на их сложные отношения на сегодняшний день. Правильная политика это такая, что равноудаленность. И сделать так, чтобы все были бы заинтересованы в Азербайджане. И нам это удалось за последние десятилетия. Посмотрите, сегодня Урсула фон дер Ляйен приезжает в Баку. Мы заключаем стратегическое партнерство в энергетике. С Китаем у нас недавно заключен такой же контракт. С севером и с югом. Вы что думаете, визит президента России в Азербайджан это успех Азербайджана? Не от хорошей жизни президент России приезжает сегодня в Азербайджан. А до этого, вы помните, приезжал Сергей Шойгу с Игорем Левитиным. Значит, идут какие-то процессы касательно и с севера, и юга. Значит, таким образом Азербайджан становится важным логистическим хабом и для севера, и для юга, и для востока, и для запада. Это и есть государственный стратегический интерес Азербайджана. Азербайджан должен защищать свои интересы. Мы должны оставить симпатии антипатии. Да, мы поддерживаем прекрасные отношения с той же Украиной, но мы не можем вовлекаться туда. Мы помогаем гуманитарным, но мы не можем отправлять туда оружие. У нас его для самих себя должно хватать, потому что у нас от того, что у нас сегодня такие хорошие отношения и такая геополитическая ситуация выгодная для Азербайджана, кто нам даст гарантию о том, что через 5 лет, через 10 лет по-другому будет, и как поведут северный сосед, южный сосед, восточный, западный. Поэтому мы должны понимать и сохранять баланс интересов нынешней геополитической турбулентности. К сожалению, сегодня Украина многого этого не понимает. Надо делать немножко скидку им на тот момент, что они оказались в такой сложной ситуации, и они только-только сейчас начинают понимать, шарахаться. Я так вижу, что военно-политическое руководство Украины это в целом понимает. Да, все верно, Раджан. Именно поэтому внешняя политика Азербайджана, нацеленная прежде всего на реализацию интереса самой страны, исключает вмешательство во внутренние дела других суверенных государств, в частности и Украины. Спасибо большое за подключение, спасибо за ваши ответы. На прямой связи со студией был политический аналитик Рамис Юнус. До свидания.